Еще в 2016 году издание «Комсомольская правда» рассказало своим читателям о странном поступке немецкого графа, который выкупил у соседей за 140 евро 14 кроликов и тем самым спас им жизнь, ведь соседи собирались пустить их на рогу. К слову, Матиас Брайтенбах, так зовут спасителя кроликов, вегетарианец, купил замок в 2000 году и вместе с покупкой замка он получил графский титул. Спасенные графом кролики стали жить на территории замка, а впоследствии, не сказав даже своему хозяину спасибо за спасенную жизнь, сбежали из замка и постепенно расплодившись, их стало более тысячи, заполнили деревушку, в которой находится замок Матиаса. После чего жители деревни прозвали графа кроличи, а граф, следуя афоризму из недетской сказки Антуана де Сент-Экзепери, мы в ответе за тех, кого приручили, каждый день на пропитание кроликов, тратит около 100 евро, заботливо выставляя им в своем саду морковку и капусту. И все бы хорошо складывалось с жизнью новоиспеченного графа и по совместительству спасителя кроликов, бы только в его замке не было хозяйки. Граф развелся несколько лет назад, а затем решил, что надо искать российскую девушку, которая готова стать хозяйкой замка с тысячей кроликов. По мнению Матиаса, женщины в России самые красивые. В 2016 году в России даже состоялось целое телешоу, где за сердце графа боролись артистка цирка, настоящая русская графиня и простая русская девушка, у которой, как она утверждала, был большой опыт ухаживания за кроликами. И вот по прошествии трех лет немецкий граф сообщил, что нашел свое счастье в лице русской девушки Элис Арзыбовой. Выяснилось, что невеста графа, 28-летняя Элис Арзыбова, родом из Воронежа. Девушка окончила два института и до встречи с графом делала карьеру в РЖД. Она узнала о необычном графе и средств массовой информации и посмотрев телешоу. Их свадьба состоялась 30 ноября 2019 года. По признаниям невесты, сейчас основным ее занятием является забота о питомцах, проживающих в замке, кошках, собаках и, конечно, кроликах. Ну, что сказать напоследок. Совет до любовь молодым. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цветностроение и до новых встреч!